МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! А мы сейчас находимся в Новосибирске на улице Планировочной. Она примечательна тем, что она параллельна сама себе, перпендикулярна сама себе и образует вот этот перекресток тоже сама с собой. Привет и летят! Бис, Куфта, Крым, Киров, Северная, Калининград, Кавелия, Сафонова, Москва, Челябинск, Краснодар, Тихвин, Калязин, Тверь, Курган, Гатчино, Никополь. Также хочу отметить, мы сейчас находимся на левом берегу Аби. До 1920 года на левом и правом берегу в Новосибирске время отличалось. На левом берегу время отставало на час. Представляете? Один город, два часовых пояса. Ребят, это серия про вашу любимую БМВ. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, отправьте этот видос своему другу посмотреть. И вам приятного просмотра! Ну вот, наконец-то я добрался до термостата. Решил его доработать. Вот такие здесь разъемчики, быстросъемные. Блин, мне главное ничего не сломать. Что-то такой хруст сейчас дает. Неприятный. Да нет, вроде ничего не сломалось. Там, кстати, где-то масло поддавливает. Что-то немножко где-то подпотело. Надо будет лезть, смотреть. Так вот, термостат вот. То есть, получается, три болтика. Раз, два. А третий... А третий... Ну, третий тоже вот тут есть. Видишь суслика? Нет. А он есть. Также здесь патрубки на таких вот разъемчиках. И надо будет, соответственно, сейчас как-то это тоже научиться отсоединять и слить антифриз куда-то нормально, грамотно. К сожалению, краника я не нашел. Там внизу, так бы я с радиатора все слил и аккуратненько все получилось. А тут, получается, все зальется, скорее всего. Вот один шланг, еще шланг, и третий вон там шланг идет. Это там, где стояла труба от пылесоса, насколько я понимаю. Ребята, небольшое отступление. Наткнулся на ютубе недавно на отличный канал. Коллега по цеху, так сказать. Канал называется очень оригинально. Удаляй канал. На канале куча немецких тачек. Они там жгут резину на Мерсах, Бехах, Ауди. И заходите, вам понравится. И даже есть Porsche Cayenne. Несмотря на то, что он достаточно молодой, там уже отличное качество видосов, отличные тачки. Всем рекомендую, заходите в гости, подписывайтесь, ставьте лайки, передавайте от меня привет в комментах. Я хочу, чтобы он немножко был поспокойней, похолодней. И, соответственно, ввязываюсь в этот блудняк. Вот так вот это все отсоединяется. Такой вот стопор. Ну что, в общем, я только начал, а у меня уже там вся яма в антифризе. Блин. Вроде и стараюсь аккуратно, но все равно дофига мимо проливается. Ну что поделать. Такова жизнь. Значит, самый дальний и самый вредный болт. Удалось вот так до него долезть. С удлинителем, трещоточкой на 10. Сейчас скоро уже свет в гаражах выключат. В 12 часов здесь рубят свет. Вот. И хотелось бы успеть хотя бы снять все это дело и посмотреть на него. Чтобы сейчас приехать домой в первом часу уже. Загуглить, что кого, как там, куда парафин отсутствовать. Вот, посмотрите, снял я термостат. Значит, уже располовинил. Ну, не располовинил, вот, снял его с этого упора. Вот с этих, видите, упорчиков. Сейчас, получается, я его буду располовинивать. И смотреть, куда там, собственно, у нас. Вот сюда, насколько я понимаю, нужно добавить 3 спичечные головки парафина. Спичечными головками я не нашел, где продается парафин. А вот 4 свечки вот нашел в магазине. Ну, пришлось покупать столько. Сколько можно термостаток-то доработать этими свечками? Да, вот такая вот нехитрая конструкция. Так, вот получается кусочек, как за одну спичечную головочку. Важно не переборщить, потому что, если я переборщу, придется выковыривать назад. Вот, я думаю, еще чуть-чуть, вот, столичка, и этого точно будет уже достаточно. Получается, вот так туда все это запихиваю. Ладно, еще чуть-чуть. Одну сторону. Сейчас вторую. Все. Практически голыми руками. Только смотрите, вот здесь вот зазор остался почему-то. Сейчас я рассчитываю, что я нагрею все это дело немножко феном, и этот зазор у нас закроется. Сейчас проверим. Как бы тут греть-то, правда, надо очень аккуратно. Но вот я буду использовать вот эти пластиковые стяжки как индикатор. Так, ну еще вот щелочка есть, еще немного погреем. Может, я сейчас пружинку освобожу, и нормально станет. Что-то небольшой зазор еще остается, вот видите. Здесь поменьше, здесь побольше. Главное, вот этот пластиковый разъем, чтобы не сплавился. Еще больше стал зазор. Может, остынет, и он закроется, получается. Сейчас, наверное, пусть полежит, остынет. Так и проверим. Я пока в столовую. Ну что, ребята, смотрите, пока я ужинал, щель закрылась сама собой. Все отлично. Не знаю. Опачки. Это что такое? А, это тот шарик прилип. Я думал, где-то полезло уже сбоку. Сейчас я это все дело зачищу щеточкой. Так вот, пока я ужинал, все закрылось, это дело. Щели больше нет. Возможно, я немного не доложил парафина. Но лучше пусть будет у меня температура там не 90, а 95. Чем она будет там 85 или 80. И у меня будет машина недогрев. Я считаю, оптимально 90. Но если будет 95, в принципе, это ничего страшного. Опять же говорю, можно сейчас взять этот термостат, пойти в кастрюлю. Но у меня сейчас пока доступа к кастрюле нет. Поэтому ставлю так, и, как говорится, будь что будет. Здесь получается, вот герметик надо будет этот подчистить новым, намазать, наверное, каким-нибудь. Зачем я этот патрубок отсоединял, я, конечно, не понял. Вот, но ладно, ничего страшного. Здесь на быстросъеме сейчас получается, за шплинт одену и все. И все, что ли? Хм, прикольно. Для сборочки буду использовать такой вот герметик красный. Так, без фанатизма им помажу. Ну, вот такая, в общем, картина получилась. Получилось тоненьким слоем намазал герметик, внутри все почистил, все можно ставить. Как-то вот так приходится закручивать дальний болтик, самый вредный. Маленько сейчас его хотя бы наживил, потому что ключом сразу он там криво закручивался, не получалось это сделать. Конечно, если бы не тот болтик, вообще было бы изи. Ну, а так, что я закручиваю, сейчас затягиваю. Завтра утром, может, герметик застынет, заливаю антифриз и все, дубасим. Сейчас я хочу обратить внимание на ДМРВ, так как, когда я делал диагностику программой Инпа на компьютере с помощью специального кабеля, зашкаливали показатели расхода воздуха. То есть, возможно, это тоже влияет на работу мотора, двигателя. То есть, для начала хочу сейчас посмотреть вообще, как все это, разъемчик разбирается, как откручивается это все. Вот, и проверку таким образом произведу. Залью антифриз, заведу машину, ну и, соответственно, отсоединю датчик и посмотрю, что-то изменится или нет. С этого можно начать. Потом, если, допустим, что-то изменится, тогда, значит, датчик, в принципе, живой, он моросит. Я его почищу аккуратненько. Если показания опять будут зашкаливающими, ну, соответственно, уже тут замена. Буду, значит, до последнего карабкаться, барахтаться по лайфхакам, по минимальному прайсу все делать. Ну, если что, будет замена на контрактный, наверное, или, не знаю, на какой-нибудь итальянский или какой-то из Калуги, как обычно масло. О, это масло вот немецкое. Да, его в Калуге разливают. Ребята, прошу меня не ругать, я в пуховике, даже в шапке сейчас недавно ходил, потому что температура у нас 15 градусов, 20, какое там, 25 число, 25 июня, 25 июня на дворе, 15 градусов тепла. Я еще сейчас на велике прокатился, просто намерзся, блин, просто в кофте поехал, намерзся и приехал в гараж, тут сразу давай отогреваться. Одел пуховик, шапку, ну, блин, вроде на днях уже лето начинается, блин, какой-то там циклон, что ли, напал на нас. Надеюсь, мы победим его. А то скажете, зимние видосы какие-то выкладывают старые или что, в пуховике стоит. Ну вот, смотрите, отсоединил разъем. Что хочу сказать, что 5 контактиков, значит, там с температурным датчиком, это ДМРВ, и еще у меня нет вот таких вот ключей, я не знаю, чем вообще вот это дело откручивать. То есть, это звездочка, и еще внутри, видите, препятствие какое-то сделали. Да, еще один момент есть такой, мне подсказывали тоже, что под пассажирским сидением есть какие-то контактики, которые часто закисают, окисляются, отгнивают даже. И из-за этого очень много ошибок может быть на панели. То есть, хочу проинспектировать этот момент, залезу сейчас под пассажирское сидение, посмотрю там, где какие контакты, ну, если я найду, то зачищу их. Думаю, там будет там 2-3 контакта, которые к кузову прикручены, и там, которые надо почистить. Смотрите, что там. Тут просто целый персональный компьютер под сидением. И что тут, какие контакты надо чистить? Вроде погуглил так на первый взгляд, не гуглится в первых строчках, что-то про эти контакты. Хотя болячка вроде как у них есть такая. Ну, естественно, где оставить? Это же какой-то блок управления. Где нужно блок управления разместить? Конечно, под сидением. Где у нас здесь вот зимой снежочек будет сюда падать. Осенью вода. Ладно, сейчас буду смотреть, гуглить, искать. Я думаю, мы найдем эти контакты и обязательно почистим. Получается, у нас частичная замена охлаждающей жидкости еще произошла. Тоже лишним не будет. Ну, вот система заполняется, я так понимаю, и вот булькает, слышите, воздух сам выходит, получается. Ребят, ну я тут, короче, была идея вот этот антифриз залить. Ну, что-то решил я новенький все-таки залить. Тем более у меня вот такой вот ашановский, душевный прям, лежит в гараже. Что-то 350 рублей примерно за 5 килограмм. Я думаю, этого нам хватит и на доливочку, и про запас и так далее. Главное называется «Каждый день». Это типа для тех, кто каждый день доливает. У них много вот этих продуктов каждый день. И я заметил, что водка тоже есть каждый день. Но они там не написали каждый день, они написали «КД» просто. Ну, вот такая же вот эта желто-зеленая атрибутика, да, у них. И «КД» просто написано. То есть «Водка каждый день», но они побоялись писать. Классно вообще. Парни, ну вот завел я первый запуск после доработки. Смотрю же, чтобы нигде антифриз не капал. Потому что это сейчас самое важное. Вот помпа все равно какая-то она потная, блин. Хоть я и затянул там вообще уже от души. Видите, эти хомутики затянул очень сильно. Новый поставил. И все равно там сочится, блин. Так, ну здесь вроде пока все сухо. Давайте ДМРВ. Сейчас попробуем отсоединить. Что изменится вообще? Ой, что-то изменилось. Вообще мотор заглох. А что, к чему? Что, еще раз попробуем? Блин, что бы это значило? Давайте это обсудим в комментариях. Что это такое? Видите, он начинает как бы захлебываться. Или может это нормально? Если честно, я первый раз отключал, камеру забыл включить. Плей, ну вот эту кнопку Плей нажать. И первый раз я отключал, он не заглох. То есть тут маленькая работа изменилась, вроде бы как, но не заглох. Хорошо, примерно вот такой вот каленкор. Смотрите, парни. Так, надо глушить нафиг, а то я сейчас задохнусь здесь. Оба! Пойду на улицу подышу. Фу, в гаражах уже никого нету. Блин, сейчас, наверное, темно будет, нифига не видно. В гаражах уже вообще никого нету. Я тут один тусуюсь. Увлеченный, так скажем. Ну, что сказать? Вот по поводу ДМРВ, вообще, какие мысли? Во-первых, пока я сейчас ищу вот этот ключик специальный, который можно открутить, его посмотреть, там что-то почистить. Можно обсудить это в комментах. Что, как вообще? Что скажете? Почему машина глохла? Должна ли она глохнуть? Может, это наоборот так и должно быть? На Мазде топливный шланг лопнул, получается, треснул, там порвался или как хотите. И у меня, я, короче, тачку завел. Ну, все вроде нормально. И вот на тот момент, когда я подсос начал задвигать, она хоп, заглохла. Я думаю, что такое? Заводить она не заводится, заводить не заводится. Что-то бензинчиком забахло. Завожу, завожу, кручу. Что-то бензинчиком все больше и больше пахнет. Как-то выхожу. Опа, вот здесь трубочка. Получается, вот она порвалась. Смотрите, лужу какая она накапала. Какой-то шланчик. Это что, надо колхозить. Так, что это? Водой надо сейчас разбавить, наверное. Так, чем тут можно полить вообще? Жидкость для розжига не подойдет. Горелка газовая тоже не подойдет. Хотя контент будет огонь вообще. Что тут еще у нас? Но вот вода есть. Вода. Вода это полить все. Ну, блин, как так-то, а, блин? Вообще не вовремя. Что сейчас за великом идти надо? Что-то как-то не очень смывается. Надо еще кого-нибудь принести, что ли? И где я ее хочу взять, эту трубочку? Смотрите, у нас тут такой момент присутствует. Когда я бачок омывателя подключал, вот такая трубка у нас образовалась, которая никуда не достает, никуда не подключена. И, в принципе, я ее хочу задействовать. Кстати, она, возможно, бензин держит, не держит, не знаю. Ну, хотя бы вот временно на Мальзе доехать там до гаража и уже поставить какую-то, не знаю, в жигулевском магазине или где купить трубочку. И здесь тоже трубка, она как-то по-колхозному сюда одевается. Одна в одну, и вот, например, до сюда долазит. И, по-моему, раз она слетала. В общем, тачка вообще прекрасная у меня. Бэха-семерка. В принципе, так многие люди с душой к ней относились. Всякие вот эти хитрости применяли, типа вот этой помпы. Сейчас, видите, я ее приделал более-менее. Ну, хотя бы она все равно болтается. Но уже не так сильно. Всякие хитрости народные применяются. Вот сейчас парафин в термостат закинул. Чуть-чуть. Вот эту помпу потом. По вот этим всем шланчикам тоже видно здесь, да? Что, в принципе, с машиной работали лайфхакеры. Еще до меня. Но прошу строго не судить. Чем богато, тем и рады, как говорится. Блин, масляное пятно вот такое осталось от Мазды. Вот химию побрызгал, там профам. Еще какая-то химию все посмешивал. Сейчас, не знаю, попробую оттереть вообще. Ну, кажется, я сделал все, что мог. Валим. Рвем когти отсюда. Смотрите, ребят, температура, значит, сейчас в пробке. Вот стою, жара, градусов, наверное, 30 сейчас. 96 градусов. Когда ехали без пробки, было около 87-88, вот так показывало. Мне, конечно, показалось маловато. Я думал, надо будет отковырять. Но сейчас вот смотрю в пробке 96. В принципе, не знаю, если отковырять, то совсем чуть-чуть, а может даже и не надо. Но если стабильно будет, допустим, недогрев... Так, сейчас закрою. Но если стабильно будет недогрев, то придется все-таки отковырять, потому что это вредно для мотора, недогрев. И расход топлива будет больше. Ну и вообще для мотора тоже как перегрев вредно, так и недогрев. Все нужно в меру, ребят. Для двигателя BMW так же, как для обычного человека в реальной жизни. Витаминок в меру, воды в меру. Но все нужно обязательно. Такие дела. Ребят, как видите, BMW все продолжает модернизироваться, улучшаться. Как всегда, жду от вас советов в комментариях, что еще можно сделать, что еще можно улучшить. Ну и мнение также обо всем увиденном. Как всегда, по традиции, читаю комментарии, популярные из прошлого видоса. Игорь Омега пишет. Ребят, есть вопрос, сколько людей следят за шишигой с самого первого видоса от Мишани? Ставим лайк. Все правильно, парни. Ставим лайк и следим. Влад Смайл пишет. Да бомби рекламу, Рома. Бумер надо поднимать с колен, перекрашивать дверь, крыло, делать красоту, рвать мерседесоводов. Это точно. Давай, удачи тебе. Влад, тебе тоже удачи. Все, добро дано. Я, в принципе, по комментам посмотрел. Общее, вообще, ваше настроение. Все окей, принято, парни. Будем работать. Лариса К. Мне больше нравятся мерседесы, но тут болела за BMW. Привет из Ростова. Лариса, вам тоже огромный привет. Все правильно сделали, что болели за BMW. Я, как ни странно, тоже. Сергей Крамченко пишет. Зачем ты с ними связываешься? Ребята странные и неадекватные. Сергей и вообще все. Я не могу понять вообще вашего недовольства. Блин, мне кажется, вы веселые, позитивные ребята. И мы отлично сняли все, отлично провели время. Даже не знаю, чем так отталкивает вас канал этот. Не знаю. Я их смотрел и вообще до того, как начал снимать. Алексей Виноградов. Ромка, таким блогерам, как ты, не жалко поставить лайк. Алексей, как всегда, взаимно. И спасибо. Владимир Маслиенко пишет. Рома, доброго времени суток. Видео огонь. Вы уже знаете мое мнение по поводу BMW. Владимир, вам в Казахстан. Огромный привет. Мы всегда на связи. Вижу ваши комментарии позитивные. Спасибо огромное, что смотрите. И всем остальным тоже спасибо. Рустем Галимов пишет. С Денисом Абрамовым делай заезд с его марком. Насчет рекламы я не против. Бэха круче. Пацанская машина. Рустем, ну и все, кто пишет про Абрам ТВ. Пишите туда, в комменты, на канал. Он увидит, что это интересно его аудитории. В принципе, возможно и согласится. Так что давайте запускайте хэштег. Гонка с шишигой. И доубасим. Парни, как всегда, всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Звоните в колокольчик. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok